Наверняка многие из вас слышали о пекинской опере, ведь это самый известный вид китайской музыкальной драмы. Но немногие знают, что помимо пекинской оперы существует и множество других. Давайте попробуем разобраться, чем же они отличаются друг от друга и начнем мы с сычуаньской оперы. Пойдемте вместе со мной. Чем отличается сычуаньская опера от пекинской оперы? Также отличительной чертой сычуаньской оперы является трюк перемена лиц. Например, этот актер во время выступления должен будет сменить несколько масок. Самый последний станет его лицо в гриме, который он наносит прямо сейчас. Скоро мы увидим артиста на сцене и сможем убедиться в его мастерстве. Ну а пока разузнаем немного про костюмы. В основу этого представления легла легенда о белой змее. Древнее сказание о запретной любви между девушкой-оборотнем и простым смертным. главная героиня уже в образе. А как же наш герой? Сейчас наш актер готов к выходу на сцену. Посмотрите, вот он уже одет в костюм. Посмотрите, вот на сцене он будет менять маски. Сейчас на нем самая первая маска. Сычуаньская опера — это сложная постановка. Актеры должны петь, вести диалоги, показывать акробатические номера и элементы боевых искусств. Смена масок — главная изюминка и особенность сычуанской оперы. Заметили? Сейчас повторим в замедленном режиме. Именно так отображается перемена настроения персонажа. Когда страх сменяется яростью, актер должен в считанные секунды поменять маску. Это мастерство передается из поколения в поколение и держится в строжайшей тайне.